Рыбак, я работу предвожу, рыбаком будешь. Я приманку, уточку и пиво куплю. И денег дам еще, за то, что рыбачить будешь. Рыбак рыбака видит издалека. Похож на то? Да стой, ты говорил. Вот бы меня так в реале уговаривали на рыбалку пойти. Я не успокоился, он стал ебучий, блядь, скутер. Признайся, ты хочешь. Да я не хочу рыбачить, у меня с прошлого персонажа 5 лямов осталось. На хера мне эта рыбалка? Он сумасшедший какой-то. Бля, если вам в реальной жизни будут такую лапшу на уши накидывать, типа, иди рыбач, там, мужик, мужик-то. Тоже бегите, это явно неспроста. Вас выебать хотят, скорее всего, трахнуть в попу вашу. Одобряю, не осуждаю, но тем не менее. Я так понимаю, это документалка о рыбаках. Мне это больше, знаете, что напомнило? Документалку о настольщиках. Когда проходят разные игромиры или еще какие-то мероприятия, всегда есть категория людей настольщики, которые играют в какие-то картишки, в мотыгу, еще во что-то. И когда ты проходишь мимо них, они буквально тебя за руки хватают и тащат. Типа, давай я тебе покажу, как играть там. Это всегда опасно. Ну, хотя... Здрасьте. Ну и где он? Как отменить? Ну, геопозиция показывает на вагон справа. Блядь, мне по этому колхозу ебучим уходить, блядь. Господа, вы рыбаки тоже или нет? Кто там говорит? Венди, это ты пупсик? Да, это я. Я приехал из Бразилии. Наконец-то хочу... Хочу петь для американцев. Ты же без документа, что ли? Я тебя, понимаешь... Я тебя первым рейсом оформлял. Ты почему на этом колхозе приехал? Я, ну, не знаю. Я боюсь летать на самолетах. Они такие страшные. Венди, пупсик вылезает отсюда. Джимми, поехали. Венди, тебя надо приодеть. Потому что ты за колхоз на тебя надет. Объясни мне, пожалуйста. Это полное говно. Это чтобы не запачкать нормальную одежду для выступлений. Поехали в самый дорогой магазин. Сейчас пошопимся немного. Да, да. Масло было везде. Масло, масло, масло. Венди, мы в последний раз немного поругались. Тогда в Бразилии, ты сам понимаешь, на Fashion Week'е. И сделаем, так сказать, небольшое примирение. Ты примеришь любую одежду, что захочешь. Хорошо, спасибо. Да я взял, да и мне перевели мои продюсеры бразильские. Немножко денег у меня есть. Так, подожди, что за бразильские продюсеры? Мы с ними же расстались. А вот это опять на чьи-то хуец усталкивается? Ну, немножко. Совсем на полшищике там не считается. Ебать. Ну, прости. Ебать. Ну, прости. В Америке, в Америке только твой хуец. Ты сам понимаешь. Винди, ты помнишь, когда ты был у меня в Либерти? Клуб Мазонет, клуб Метод, блядь. Метод. Я называл его Минетод, блядь. Потому что... Это кто? Давай гуляй, мальчик, в своих туфельках, блядь. Где ты купил их вообще? Сапочки ебаные, блядь. Казачок, блядь. Я пойду в магазин. Давай, иди, гопак, танцуй отсюда. Иди, гопак, танцуй отсюда, я тебе сказал, блядь. Пойдём, блядь. Гей-фейс, да не, ну мы же не высмеем, ничего такого никого не оскорбляем. Это обычные персонажи. Ничего гейского, на самом деле. Может показаться, но на самом деле ничего гейского. Самое главное, это стиль. Я это понял, когда стал играть в РП на этих серверах. Если ты выглядишь красиво, то ты выглядишь красиво. Чит, с хуйня. Ну, ботинки, понятно, светящиеся. Если кто ходит не в светящихся ботинках, то он как бы конченый. На этом серверахе. Даниэл, не переживай, я на 10 неон. Блядь, это моя прошмандовка. Что это такое, Венди, блядь? Мне казалось, блядь, вот ради этого. Да, ну, мне кажется. Ради этого, вот, ты меня променял, Антонио. Ради 10 прошмандовки, блядь. Даниэл, а помолчи, блядь, это великая звезда. Подожди, блядь. Это рок-н-ролл. Хорошо, блядь, а что у него на ногах, Антонио, блядь? Фу, блядь, я не могу, у меня кровь из глаз идет, что-то за неонки, блядь. Очень даже симпатичный, это рок-н-ролл. Это фрик-шоу, блядь, дорогой мой, нахуй. Они большая сцена, гламур. Антонио. Ахкаша, пупсик мой, привет. Проходите, располагайтесь. Да, вас, мальчик. Ты уже здесь? Давно или давно? Ты новую песню выучил? Нет. Мы с тобой о чем разговаривали? Пошли с тобой поговорим, Аркаша. Я завтра улетаю в отпуск. В какой отпуск? Аркаша, только делаешь, отдыхаешь. Ты уже с одной песней гастролируешь неделю. На неделю, я на дачу взяю. Какую дачу, Аркаша, на какую дачу? Скажи мне, нас ждут big money, ты понимаешь, надо зарабатывать. Ахкаша, это ваша звезда? Ахкаша, ты не умеешь читать, как ты выучишь песню? Да, это звезда нашего лейбла. Я буду слушать, слушать, слушать. Когда ты научишься читать, Аркаша? Ну, я уже умею. Ты мне вчера говоришь, что не умеешь читать. Ну, плохо. Я понял, ладно, пойдемте, пройдем в офис. Я деньги за концерт. Какой концерт, Аркаша? Это репетиция, это была всего лишь репетиция. Вчера была репетиция, дорогой мой. Ну, и присаживайся, Венди. Ты после Бразилии сидеть не можешь. Не могу, не могу. Очень, очень болит это место, на которое садятся. Мне вот все сказали, типа, то, что все, Дима там, все-все-все сказали, то, что тела завтра дадут. Типа, и где? Кто такой Дима? Его брат. То есть, ваш брат вам пообещал, что кто-то вам даст денег, правильно? А, да. Замечательно. Пять человек говорили то, что дадут. И вы вот прямо в мэрии, я помню, говорили в мэрии именно, мы сидели в кабинете, я помню. Дайте Аркаше денег, господа. Талант должен оплачиваться. Слово о деньгах, Аркадий уже получил 100 тысяч долларов, если не ошибаюсь, за прошлый концерт. Какой прошлый? То есть, вы забыли про позавчерашний концерт. Да, тот, что был позавчера. А, вот тут я стоял, да? Нет, 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 на стадионе, на стадионе был концерт, шоу талантов. Вы получили 100 тысяч долларов награду за это. Да, 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 и это было месяц назад, неделю назад. Позавчера. Нет, очень чего, нет, это было неделю назад. Как быстро течет время в наши тяжелые дни. Дорогой мой, я, в общем, позвонил своему психиатру. Отлично, молодой человек, тебе срочно надо пройти у него сеанс. Потому что я вижу в твоих глазах колхоз, извини меня. Ты бы знал, что пришлось пройти. На меня напал какой-то лысый мужик, который хотел затащить меня на рыбалку. Ты поведешься с Домиником, а он сегодня объявится, я больше, чем уверен. Он у меня всех звезд хочет переманить, только к нему никто не уходит. Вот ты только таких будешь видеть, ты меня понял, Венди? Даже не думаю. Нет, нет, я вижу. Ты не забудешь, что за нарушение контракта со мной ты будешь платить не только финансово. Конечно, я хочу быть, естественно, в том лейбле, где Виктор Цой, где Аркаша. Я твою жопу отсужу тогда, ты меня понял, Венди, как ты был в Бразилии в свое время, когда ты меня решил кинуть. Но это не самые плохие воспоминания, связанные с моей жопой. Хорошо. Ах, Каша, мне надоело. Зови его, пусть продемонстрирует свою песню. Мне кажется, Аркадий просто, как и я, погряз в долгах. Подождите, Аркадий, мне кажется, думает, что каждое выступление это концерт. Ему надо платить, понимаете? Венди, я тебе больше скажу, каждое появление Аркадии это концерт. Понимаешь? Хорошо. Даниэл, расскажи мне какие-нибудь новости. Расскажи мне анекдот, я хочу посмеяться. Блядь, тот самый заезженный? Давай, давай, мой любимый, да. Захожу я к нам в офис. Слышу какой-то шум в шкафу. Открываю. А это вещи выходят из моды. Ха-ха-ха-ха-ха. Даниэл, это был твой шкаф, судя по тому, в чем-то одет. Ой, как всегда ты, Антонио. Я тебе дал вчера 80 тысяч, куда ты их потратил? Ты мне дал 20. Сколько я тебе вчера отдал? Ну, неважно, я немного округлил. Я заправил автомобиль твой и купил шкаф. Бля, 20 тысяч? Ты чем его заправил? Напрямую нефтью, что ли? Из скважины? Чем? Учера премиум бензина. Как мне сказали на бензоколонке, что от этого бензина даже не надо будет ездить в сервис. Там микрочастицы, микроэлементы, которые чистят автомобиль. Тебя опять колхузника обманули. Антонио, а можно с тобой с глаза на глаз, так сказать? Я не хочу тебя шокировать, но сложилось такое впечатление, что вот этот вот парень в коричневом пиджаке, который сидел напротив, он гей. И я бы не хотел. Мне бы человек нужен был, который бы помог мне освоиться в городе, там, провез по салонам БНВ. Но я ничего против геев не имею, но я как-то неловко себя чувствую рядом с ним. Да, конечно, ты можешь обратиться к Джиме, этому секретарю. И он тебя отвезет куда угодно. Тебе нравится Джиме? Джиме мне нравится, Джиме очень симпатичный. Он тебя отвезет куда захочешь. Парень с таким приятным голосом. Змечательный. Даниэл, я чувствую, между нами прошла черная полоса, понимаешь? А скорее даже коричневая цветовая пиджачка. И с ними в чем дело? Блядь, Антонио. Дело в том, что ты нашел себе какую-то прошмандовку. Еще одно слово в сторону Бенни. Я тебя в рот наступил, меня понял? Хорошо, извини. Алекандро, дорогой мой, привет. Добрый вечер, Антонио. Я только проснулся, мне сегодня так хреново почему-то было. Отчего тебе было хреново? Потому что ты не со мной. Потому что я вчера перебрал. Я тебе хочу показать Венди. Это старый мой товарищ из Бразилии. Познакомьтесь, тоже певец. Возможно, вы споетесь. Алекандро, продемонстрирую песню Дубинка. Не плохо. Not bad. Сегодня вместе на трассу едем. Часов так может быть пять. И прошибчу тебе на ушках. Готов ебать. А я бросил свой фарм невинный. слегка прищурит глаза отбросить удочку тихо я скажу да и ты скажешь му-му-са-са-ра-ра а как хорошо о-о-о-о-о дубинка входит а-а-а-а-а-у-у-у-у глубже еще о-о-о-о-о громче стонешь а-а-а-а-а у-у-у-у пихай еще о-о-о-о-о-о-о тихо шепчешь а-а-а-а-а-а у-у-у хочу еще и мы с тобою как два долбоеба бездона море по льбы где кроме нас с тобой гостиков нет ни души И позабыв обо всём на свете, не видя кто где когда, мы тулим в разные стороны, нам пизда, да, да, пизда И ты скажешь му-му-са-са-ра-ра, а как хорошо, о-о-о-о-о-о, громче стонешь Тихо шепчешь Хочу ещё Хочу ещё Неплохо Каждый день с вами я хочу ещё и ещё Отлично, Александр, ну ты ещё немного не распелся, давай следующую Нет, мне понравился, мне понравился вот этот момент, а, 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 и как он, как он посмеялся в конце, так игриво Ну конечно, у песни есть свои минусы, мне кажется, вот эта вот неномотивная лексика, вот её бы как бы сгладить немножечко, понимаете, о чём я всё-таки Конечно, полный согласен, Алекса, Алекандр, у тебя слишком много похабщины, понимаешь, песен А что была такая песня, аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Готовы, сучки? Я готов. Он спалит всех нас, тебе пиздец, бля, и мне плевать, плевать на его желания, это игра, игра, на выживание, а я сейчас вот с ним, и мне так хорошо, я на коленках сижу, ему назло. Listen my flow, этому злоу, Fama Safir, синоним страсти, сучки с ринбоу, питят мой стайл, даже колхоз меня копи-пасти. Стоя со мной, думай о том, что я стою в неонках пуся, самый топ-самый сок, грязный ток-шок, Даниэла говорит мне, опасно. Все на zero, ставь на меня, Санька поджигает, все на свете, listen my flow, Сашенька лоу, линкетит он в Лос-Санс на private jetty. Мы идем с афюрами, ты как под объективами, с аплюречитативами, стоп, хватит, выживешь ты или мы, это игра, будь с нами аккуратно. И нам плевать, плевать на твои желания, это игра, игра на выживание, а мы сейчас стоим. И нам так хорошо, мы строим новый Рим, вам всем назло. Ушла с дороги, сучка. Блин, какое мощное сочетание хореографии и текста. Конечно, конечно. Кстати, Венди, у вас полное имя Вандерсон, я правильно понимаю. Пойдемте поднимемся, вы когда-нибудь играли в Краснодаре? Конечно, конечно. Я вас понял. Это вы что ли, есть психиатр? Вот, нет, вот, Максим... Мне нужен Дэн Бэланс, вы понимаете, мой личный психиатр. Он занят, он на важном... Чем он занят? Выехал на срочный вызов спасать человека. А меня кто спасать будет? Объясните мне, а меня кто спасать будет? У меня уже крыша едет, от того, что я здесь... Я здесь уже полгода в этом штате, у меня уже все. Антони, Антони, давай дадим шанс Максу Буклеру. А покажите мне свою лицензию. А почему вы, говорит, фотографию у вас в паспорте, где вы с пистолетом стоите? Что это вообще такое? Как так? Может, это подделка какая-то, фикция? Фальшь? Пыль в глаза? Должно быть все нормально. Уважаемые, вы знаете, кто я? Вам показать мои документы? А при чем здесь ваше должное положение? Мое имя, как минимум, вам должно что-то говорить. Антонио Сапфер, уважаемый. Очень приятно. Дальше что? Вам моя фамилия ни о чем не говорит? Сопрано по штату очень много. Какой, блядь, Сопрано? Ты вообще слышишь меня? Иди лучше про мой колхоз, блядь. Я не буду с этим человеком говорить. Поехали, блядь. Ноу стресс, ноу стресс. Сопрано, блядь. Даниэл, вы решили отдохнуть? Алло, дорогуша, привет, мой пупсик. Как твои дела? Скажи мне, пожалуйста, что там в ток-шоу? Когда мы проведем? Давай чуть пораньше. Ну, ты сама понимаешь, сколько мы уже просрочили? Уже неделю просрочили. Все, давай целую, тебя ждут в этом, я не понимаю. Бразь, блядь. Попозже, она не может. Что там происходит? Что в кабинете происходит? Выходим, выходим с кресла губернатора, высаживаем. Что за, блядь, сенсейшн начался? Вы кто такой, уважаемый? Фестиваль все в белом, я понять мог, сиди Симонов, тебе что надо? Выходим с кабинета губернатора, я повторяю еще раз, последнее предупреждение вы нашли. Документики мои, смотри. Документики мои, смотри, хавальник свой закрой. Я не буду смотреть ваши документы. Раз. Я спущусь, блядь, но когда я поднимусь, тебе пиздец будет, блядь. Давайте, давайте, выходим. Все от тебя выходят. Бля, лучшим ребенком занялся, долбоев. При ребенке материться, вообще охуевший. Вот так и живем. Приветствую. Ну что, будет ток-шоу? Конечно, конечно. Вы хотите его вести, или может вам помочь, по вопросике вам задать. Что значит, я хочу вести, я буду гостем, понимаете? Мне надо потыговать лицом. О, вот он, явился, ведьмачок, давно с тобой не виделся. Соскучился, да? Я по тебе лучше бы не видел давно, еще. Лет 20 тебя бы лучше не видел. Что ты хочешь от меня, что ты себя припевся? Я тебе ничего не хочу, однажды я директор решил, что я буду у тебя интервью брать. Ты у меня будешь интервью брать? Ну так решила начальство, я тоже не горю желанием. Извини меня, кто платит, тот и заказывает бал, уж ну, привыкай работать прислугой, уважаемый. Кристиану, ты где, что ты хотел от меня? Кто такой, кто, кто сидит у них, я не понимаю, вот этого. Нет, я тоже не понял, кто это. В розовых светящихся. Но может быть, это знаешь, как во всех ток-шоу есть ведущая, а есть его, этот, подпездыш. Ты думаешь, что это подпездыш? На, в один, надень пиджак, что-то как-то, я не знаю, кто. Да нет, на мне никакой пиджак. Господа, мы сейчас съемочек будем начинать, подготовьтесь. На, переоденься. Можно, в принципе, устроить перформанс, ты разденешься прямо в эфире. Вот, отличные красные штанишки. Как у Ванечки должны. Кого? Забей. По-моему, это он и сидит, кстати, там. Пойдем, пойдем. Добрый вечер, Антонио. Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве. Как оно проходило? Не было ли каких-нибудь инцидентов? Ну, вообще, ровный детств у вас был или не очень? Уважаемый, я не удивляюсь, что вы не читаете модные журналы Vogue, Esquire и все остальное, иначе будут такие глупых вопросов, просто не задавали бы, понимаете? Вся желтая пресса в свое время писала Антонио Сапфиро про его детство. Я уже в сто раз это рассказывал в интервью, давайте что-нибудь поинтереснее. Да, понимаю, я, к сожалению, читаю мужские журналы, к вашему сожалению, а не желтую прессу. Мужские журналы, это какие? Ну, охота, рыбалка, за рулем, к примеру, такие вот, понимаете, по мужской тематике. Ну, ладно. Как вы достигли такого уровня популярности? Кто сейчас читает журналы, все уже в интернете, понимаешь? Все в медиа. Че, че, че. Кто сейчас покупает журналы? Я вас удивлю, но в интернете тоже есть журналы, не обязательно в печатном виде. Мы продолжим. Как вы дошли до такого уровня популярности? Ну, как дошел. Я делал в свое время в Либерте-Сити очень большое количество мероприятий. Это гигантский клуб трехэтажный по типу немецкого клуба Хайен. Вы там были? Вау! Нет, в Германии я не был, но я, честно, смотрю фильмы с той стороны, если вы понимаете, о чем я. Вот почему я стал популярен, из-за перфомансов, понимаете? В общем, как клуба Хайен. На первом этаже у меня было гей-этаж. На втором этаже для людей традиционной сексуальной ориентации. На третьем этаже у меня проходили оргии. Все под техно-музыку, замечательную техно-музыку. Вам-то не понять, что это такое. Ну, я так подозреваю, вы тоже мало понимаете. Вы, наверное, выше первого этажа никогда не поднимали в своем заведении. Ты еще не помнишь, дорогой мой? Мы именно там с тобой и встретились. Как ты просил меня туда войти, только тебя туда никто не пустил. Ладно. Сталкиваюсь ли вы с какими-либо проблемами на пути к славе? Единственная проблема, это отсутствие проблем. Все слишком... Ноу-стресс, это моя новая философия. Я уже давно про нее заявил, понимаешь, мой дорогой? Я уже давно про нее заявил. Терри, могу я задать вопрос? Да, конечно. Ваши группы, да, так называемые, грубо говоря. А когда у вас будет первый релиз трека какого-нибудь? Вы вообще что это для вас? Послушайте, у нашей группы BDSM уже вышло 8 альбомов. 8 альбомов, вы все можете их послушать. На всех популярных площадках Apple Music, Spotify. Всех остальных, как я уже сказал, площадках. Сейчас у нас планируется... В нашей площадке только площадка iFruit работает, насколько я знаю. Но это у вас только работает iFruit, а у нормальных людей работает и Spotify, и Apple Music. Также было нанято большое количество сейчас уже на контракт артистов, таких как Акадзи, таких как Алекандро. И вот одним из них вы сейчас можете познакомиться лично. Боже, в пиджаке, я... Я плачу тебе 10 косарей, и я иду тебя сосать прямо сейчас внизу. Я же наборвались на наших площадках. Это может фанат пришел? 10 косарей, пиджак, и я иду сосать тебя. Ну зачем же внизу, если ты можешь прямо здесь это сделать, дорогой? Да здесь камера у вас, господи, по анализу, ДСБ, это самое... Выведите, смотри, смотри, что у нас что-то вообще такое. 10 косарей, 15, 15, 15, последняя сумма. Найдешь меня снизу. Антонио, и последний... А где дедуля, который собирался сосать? Прямо и направо по карьеру. Убежал, убежал, гаденыш. Пойдем, короче, позырим на хату, и буду потихоньку... Ты что, похоже, это интервью затянется надолго. Прямо. А как... Продолжение следует...